Добрый день, уважаемые никопольчане! Как и анонсировали, мы сегодня берем интервью у Александра Ивановича Саюка. Мы скомпоновали все вопросы, которые вы присылали, и также мы их обязательно озвучим. Добрый день, Александр Иванович! Первый вопрос от нашего читателя. У меня в городском голове всегда один из первых вопросов – это преемственность власти. А именно, какие начинания Андрея Петровича Фисака перенял, продолжит или реализует Александр Иванович Саюк? То есть, что теперешний мэр готов реализовать то, что не успел предыдущий? И что теперешний мэр передаст следующему мэру? Вопрос в целом о проектах, решениях, линиях развития коммунальных предприятий. Что невозможно реализовать за одну каденцию? Ну, знаете, когда Вы сказали, что мы выписали все вопросы и на них будем отвечать, мы будем на них отвечать очень долго. Я думаю, мы постараемся как-то сжато вкратце это все ответить. Ну, Вы в одном этом вопросе уже задали подпунктов столько, да. Такой интересный просто вопрос. Я Вам скажу так, преемственность власти, ну, я бы не говорил это в отношении меня, Фисака, да. То есть, Фисак был руководитель города 6,5 лет. У него было одно там видение, да, у меня видение, ну, в некоторых моментах кардинально другое. Единственное, конечно, ну, вот Вы за коммунальные предприятия вспомнили, ну, наверное, все-таки я поддерживаю то, что было развитие коммунальных предприятий. Однозначно скажу, везде, во всех сферах применять это нельзя. То есть, в одном направлении коммунальное предприятие, это действительно для города выгодно и это надо делать. А в некоторых моментах, конечно, коммунальное предприятие с частником, ну, не сравнится. Поэтому, наверное, все-таки коммунальные предприятия, да. Но в чем, допустим, я кардинально не разделяю точку зрения предыдущего руководителя, это, конечно, вот знаете, ну, это не популизм, а все бесплатно. Делать нельзя. Вот как только мы размываем наш бюджет города Никополя, там открыли, пусть будет бесплатно, то сделали, пусть будет бесплатно, то, 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 и в результате, знаете, получилось как. И бюджеты были в предыдущие годах хорошие, ну, бюджеты развития доходили там до 200 миллионов, сегодня на минуточку 75. И реально вы что в городе увидели кардинально, какие изменения? Две дороги, героев Чернобыля, Херсонская сделаны за бюджет области, да. А Довгалевская сделана за бюджет области. То есть убираем бюджет области, и в городе не сделано было бы ничего. Электрометаллургов, бюджет области был. Поэтому однозначно я вижу развитие города только на сегодня в пополнении бюджета города Никополя. То есть это и та же земля, и, ну, другие моменты есть, где мы можем пополнять бюджет. И тут надо стоять, ну, очень кардинально для того, чтобы от этого был эффект. И второе, это, конечно, оптимизация расходования городского бюджета, но без этого никуда. Мы должны сокращать, ну, скажем так, второстепенные расходы для того, чтобы делать что-то кардинальное. Вот, наверное, в двух словах могу дольше рассказывать. Нет, дольше, я думаю, не надо. Как часто Вы лично проверяете работу подрядчиков? У меня день начинается с того, что я еду на работу, я еду по разным улицам. Я знаю, где работают подрядчики, по каким видам работ. И я обязательно, ну, одного-двух подрядчиков я проезжаю и смотрю, как делается. Конечно, может, не все этому рады, но очень часто, когда мы уже, проводя работы, и не только я езжу, я и оперативки собираю на определенных там участках работы или улицах, и мы вот уже в процессе работы, мы что-то меняем, что-то добавляем. Поэтому каждый день у меня начинается с какого-то объезда. Уже, конечно, к концу рабочего дня хочется, но иногда уже некого ехать. Поздно уезжаем и в 7, и в 8 вечера. Ну да, до этого времени. Ну и вопрос, это, наверное, волнует многих, да, подтопление Новопаловки и старой части города. Что, почему и как решить? Знаете, это очень проблемный вопрос для Никопольчана. Мы, как бы, разработали ряд механизмов, что мы будем делать, да. Основная проблема, почему топит город? Конечно, дожди, все это можно говорить, но основная проблема в том, что старые дренажные системы, скважины, которые были еще с Советского Союза, на сегодня они уже работают процентов на 20, на 15. То есть старая система уже ложится. И три года назад был разработан проект государственный по строительству 42 новых дренажных, 42 или 32. По-моему, 42. Могу ошибиться. 10 знаю электрических и, да, 32 это воздушные скважины. То есть было выделено более 42 миллионов, сделаны новые скважины, выплачено 40 миллионов, а компрессора и скважины не работают. Они работают в какой-то доле. Вот из 10 электрических работает 2, и то еле-еле. Остальные не работают. Из воздушных, из 32 работают на какую-то часть, потому что мы используем под новые скважины старый компрессор, на который мы, кстати, сейчас выделили деньги, чтобы новопаловка не утонула вообще. Хотя это государственное предприятие. 40 миллионов освоили, результат ноль. Еще хуже. И уже два года они стоят, вот новые скважины, и уже, ну, они же выходят, ну, приходят в неводность. Их сейчас вот даже реанимировать уже часть не получится. То есть, что мы сделали? Мы написали очень много обращений. У нас был депутат, вот, Верховной Рады Маслова. Он, как бы, тоже в свою очередь пообещал помочь решить эту проблему, но мы решили пойти по контролирующим органам. Если это было хищение, то пусть разбирается прокуратура, полиция. Я думаю, что, ну, буквально на днях будет еще определенные действия, мы об этом расскажем. Но сегодня уже занимается, вот, полиция сегодня уже этим занимается. Так что мы надеемся все-таки на решение. Пока не заработает новая система, на которую потрачены было 40 миллионов, наши городские скважины с этим не справятся. Наши городские скважины – это только поддержать определенные там какие-то улицы, где, ну, не хватает государственных скважин. Далее у нас идут хозяйственные вопросы. Я их предлагаю провести в стиле Блиц. Вопрос-ответ. Первый вопрос. Когда приведут в порядок аллею от улицы Станиславского до улицы Соборной? Соборная – это у нас… Это Никопольстрой. А, Никопольстрой. Но я не готов сказать дату, когда это будет. У нас мост рушится, у нас есть много сегодня задач, куда надо тратить деньги. В планах есть, но сроки и даты я не скажу. Ну, я видела там, ее немножко приводят все-таки в порядок. Дрову косят, ветки обрезают. Покос травы, обрезка веток, уборка дорог, это корчевание пней. Это все то, что люди это увидят. Сегодня, к сожалению, мы не можем это сделать в полном объеме. Но уже на 22-й год поставлена задача всем руководителям. С учетом этих требований мы будем делать программы, закладывать деньги. И я думаю, в следующем году никопольчане увидят уже немножко по-другому работу. Я не скажу, что мы в этом ничего не делаем. Мы стараемся. Но это очень недостаточно. Когда сделают тротуар от автовокзала до восьмого квартала по освещенной стороне. Ну, ремонт тротуаров у нас и в этом году есть. Но мы в этом году заложили такие вот самые кричащие участки. Тротуары надо делать и очень много. И на это надо выделять много денег. Нет такой возможности. То есть пошли по пути с самых проблемных участков. Вот в этом году будет сделан тротуар от центрального рынка вниз к Шевченко, мимо третьей школы, к Фуршету туда. И ряд других участков будет сделан. Конечно, в плане это есть, но сказать конкретно когда я не могу. Но тротуары нужно делать, и мы будем закладывать деньги. Ну, вот тут дальше продолжение по ремонту тротуара по Шевченко, от Усова до Преображенской. Нечетную сторону сделали, а четную нет. Давайте так. Ну, вот по тротуарам просто скажу. Для того, чтобы сделать все тротуары в городе Никополе, те, которые сегодня надо, нам не хватит даже одного бюджета развития. Но у нас еще есть ремонт дорог, у нас есть и покосы, у нас и освещение улиц. И это мы будем как бы систематизировать эту работу. И однозначно ремонты тротуаров будут в том объеме, который нам будет позволять бюджет города. То есть сначала будут более... Более такие... Там, где их нет. Ну, вот смотрите, у нас, я не знаю, задавали вопрос или нет, тротуар вдоль парка от улицы Шульгина, от Афин до Влади. Ну, там идти невозможно, там люди ноги ломают. Вот, знаете, когда начинает заявок, много, и мы это видим. Но приходится, к сожалению, выбирать, ну, пока самые такие, ну, которые требуют подхода. Которые они делают. Вот на следующий год мы будем планировать и начало реконструкции парка, и те же тротуары, да, вот у нас два тротуара, темная аллея, вот это называется, что-то ее так назвали, ну, тоже от универмага до Влади по этой стороне, по стороне сквера и тот тротуар. Вот их надо делать. Центр города, да, а ни там, ни там люди ходить не могут. Наверное, так. Когда приведут площадь напротив госполкома в порядок, вот это вот непонятное возвышение? Ну, давайте так, ну, я уже на этот вопрос отвечал, ну, не первоочередное это на сегодня. Ну, есть нам чем сегодня заниматься, чем наводить там красоту перед исполкомом? Наведем. Всему свое время. Можно ли сделать пешеходную дорожку по улице Княжи в районе остановки Солнечная после дождей? Нужна лодка для переправы. Можно ли сделать какой-то слив для воды? Там постоянно набирается очень много воды. Ну, с этим вопросом надо разбираться. Не готов, где это. Это Жуковского. Я понял, Жуковского, но там оно большое. Конкретно какой участок? Район остановки Солнечная. Ну, давайте вы этот вопрос составите, мы разберемся. Не готов сейчас ответить. А когда будет обещанная хоть какая-нибудь дорога на улице Рыжикова с 201 номера по 281? Мусорка уже даже не заезжает. Ну, улицу Рыжикова я знаю. Это часть от конечной... какой это участок? Я не знаю, какой это участок. Ну, улица Рыжикова мы отремонтировали асфальтом. Участок, который идет мимо церкви к водохранилищу, он тоже отсыпан. Ну, как бы я там недавно ездил. Если речь идет об участке от конечной остановки зоны отдыха в сторону Лимана... Да? Ну, наверное, этот идет. Ну, не готов пока сказать. Оставите, мы отработаем вопрос. Есть ли программа действия у горсовета по работе с заброшенными погребами и подвалами возле детских площадок? Программы такой нет. Пока нет. Но, знаете, когда все активно рыли, а сейчас это не наше, а теперь город, что-то делайте. Ну, смотрите, если кто-то думает, что это 2 копейки и это можно сделать за год, это очень большие деньги, которые нужно заложить, нужно сделать программу и нужно этим идти. На сегодня в бюджете прям для такого комплексного решения этого вопроса денег нет. Но там, где председатели ОСББ занимаются этой работой и просят помощи, мы помогаем. Мы предоставляем и материал, которым засыпать, ну и технику. Ну, то есть это работа председателя ОСББ? Это работа ни одного года, ну, да заедьте в любой двор и посмотрите. И при всем при этом они же не все брошены. Это же не то, что там взял от угла дома до угла, все выгорнул, засыпал, сравнял, нет. Кто дает разрешение на сооружение ультрамодных балконов на домах по проспекту Трубников, которые разрушают красоту и исторические особенности города? Ну, разрешение, если человек делает это по закону, то это у нас занимается этим ГАСК. Да, он контролирует эти работы, проектные работы делают проектировщики, а тех заданий берут в архитектуре. Но это если человек делает по закону. Если он делает сам по себе, ну, конечно, никто. Тут надо в конкретном случае подходить конкретно. Когда заключали договор, оговоривался вывоз всего мусора и веток, и крупных габаритов. Почему куча возле баков не вывозится и зачем баки поставили по над дорогой? Очень объемный вопрос. Я очень кратко отвечу. Я была в пресс-конференции, после последней сессии я конкретно по мусору там отвечал. Я просто скажу одно. То, что забивали и планировали по вывозу мусора, весь мусор вывозить, и то, что вывозят сегодня, это как минимум в два раза больше. Я не буду говорить там, перевозчик у нас сегодня частный, это частное предприятие, оно не справляется с этим. Если еще с бачков более-менее не вывозят, то мусор, который возле бачков, они просто не в состоянии по этому тарифу вывезти. И сегодня мы подходим к решению этого вопроса. Мы пересматриваем нормы накопления, мы сегодня заложили деньги пересчитать, чтобы это сделало сертифицированное предприятие. Мы однозначно решим вопрос по вывозу мусора. То ли это будет частник, то ли это будет коммунальное предприятие. Но на сегодня ситуация, скажем так, легко, неудовлетворительная. И вы должны понимать. Я вот говорил на пресс-конференции, более 500 у нас мест, где стоят бачки, и под все эти места несут крупногабаритные ветки, листья. Ну, просто математику возьмите, посчитайте, сколько надо единиц техники это вывезти. Если раньше люди делали в доме ремонт, они нанимали транспорт, ну, деньги на ремонт есть, и на вывоз мусора есть. Они вывозили. Все, сегодня этим никто не занимается. Вот посчитайте, у нас 700 домов высокоэтажных в городе Никополе, сколько в них квартир. И вот это все несут. Поэтому, однозначно, уже никто назад как бы двигаться не будет. Теперь нужно решать вопрос, как это вывести. Вот в данном случае, когда частный перевозчик не может справляться положенными на него функциями, у нас крайний вопрос остается, это коммунальное предприятие. Поэтому, я думаю, до конца этого года мы уже должны принять решение, как это будет. Но сегодня это меня и Никопольчан это не устраивает. Планируется ли в этом году реконструкция стадиона «Металлорх» или вообще какие-либо работы по приведению территории в порядок? В этом году мы подняли проект. Мы проект пересматриваем, пересчитываем, и мы будем стараться на следующий год найти финансирование. В городе его нету. Но найти финансирование то ли в области, то ли по каким-то программам европейских банков мы планируем. Планируем. Садик «Золотой ключик» закрыли. Что будет со зданием? Это такой наболевший уже, наверное, вопрос. Да, давайте по садику. Здание однозначно не будет, оно не продаваться. Здание сохранится. У нас есть на сегодня уже видение сделать такой, знаете, ну, городок-музей или как это назвать там, не просто одно здание. Вот там стоит старый музей, да, на углу, стоит новое здание музея, стоит вот этот 13-й садик, и еще здание, не помню, какого-то купца стоит. Оно хоть и не наше, но мы пообщаемся с хозяином, может быть, он как-то пойдет навстречу. То есть мы хотим, есть программа президента о реставрации музеев. И мы хотим, если получится, сделать проект на реставрацию вот просто пятна, у нас каждое здание, это будет какая-то локация, да, там одна локация посвящена казакам, другая там развитию города Никополя. То есть на сегодня уже есть такие, ну, планы, и мы хотим это спроектировать, чтобы был проект, и будем пытаться участвовать в этих программах, чтобы взять финансирование. Запрошенные здания, принимаются ли какие-то меры, чтобы ограничить доступ к ним или разобрать? Давайте я очень коротко отвечу. Мы сделаем специально по этому публикацию, мы все разложим по полочкам, я отвечу так. Те здания, которые принадлежат городу Никополю, еще здания, мы ограничили, везде поставили сигнализацию, ограничили, первый этаж заложили кирпичом, то есть это мы сделали. Но здания, которые не принадлежат городу Никополю, мы не можем туда потратить ни копейки. Это и проектный институт, который напротив парка Пушкина, и та же прокуратура, и телеграфный один, разваленный. То есть мы пишем письма, вот телеграфный один, там уже ничего нет. Мы даже его вычистить не можем. Это не наша собственность. То есть мы пишем письма, обращаемся, нам, к сожалению, их не передают. То есть замкнутый круг. Но мы над этим работаем. Все, что принадлежит городу Никополю, и можно еще сегодня сохранить, мы сохраним. А то, что находится в частных руках, допустим, как здание бывшего садика? Ничего не сделаем. Вот здание бывшего садика, его же продали в свое время. Мы выписываем протоколы на то, что оно содержится не в санитарных условиях. Ну и все. Это частное здание. У нас нет каких-то рычагов, забрать его назад или заставить человека вложить деньги. Человек говорит, кризис в стране, извините, денег нет. Да, оно мое. Вопросов нет, траву покосить. Ну, покошу. Нет, я вам штраф заплачу. Ну, закон Украины. Мы их выполняем, мы не придумаем. Работают ли очистные водоканалы в полном объеме? Очистные водоканалы работают в том объеме, который необходим сегодня для того, чтобы обеспечить людей водой. На сегодня качество воды, оно лучше, чем было, допустим, год назад или два, но никаких сегодня еще кардинальных, скажем так, мероприятий не проводилось на улучшение качества воды. То есть это были какие-то текущие работы, там, ну, где-то водогоны поменяли, где-то чуть-чуть на заборнике поменяли, но замена самих очистных, забыл, как они называются, на Новопаловке еще не проводилась. Мы это планируем, опять же, делать, может быть, в этой осени. Пригородный транспорт. Найден ли компромисс с остановками? Так а какой компромисс с остановками найден? Они же как ездили, так и ездят по всем остановкам, да? Все кричат, вот, все пропало, все не ездят, все не то. У них, чтобы вы понимали, в 2018 году, у всех практически, были сделаны паспорта маршрутов, и в тех паспортах маршрутах было, ну, практически у всех по одной остановке, по одной в городе Никополе, у кого-то две. Мы в 2021 году сделали им 3-4 остановки, и они кричат, это проблема, это, это. А что же вы не кричали в 2018 году, когда у вас была одна остановка? То есть, это наше право, и это, скажем так, конечно, удобно, ехать по всем остановкам. У меня вопрос, вы заезжаете в Днепр, на междугородном автобусе, вы едете по всем остановкам? Нет. Может быть, вас где-то между остановками высадят, или на автовокзале. Вы заезжаете в Покров, сядьте, проедьтесь. Даже Никополь, Покров, автобусы, они в Покров приезжают на автостанцию. Ну, Никополь не такой. Или, знаете, когда стоит разговор о том, что повысится тариф, так тариф, это составляющие, несколько составляющих. В том числе, основное пассажиропоток. Ну, я не буду сейчас долго рассказывать, я вам скажу так. Мы учли рынки, мы учли какие-то, ну, учебные заведения, куда едут люди с сел, да, но просто запустить еще 30 автобусов городских, ну, вы меня извините, у нас тариф будет космос. Ну, мне идти на это. Поэтому, то, что у нас ученики ездят бесплатно, как они говорят, вот дети едут в школу, что они должны два раза платить, ну, ведь брешут. Потому что, когда дети едут в школу, наши автобусы везут бесплатно в учебные дни, правильно? Да. Когда говорят, вот у нас пенсионер едет, что он два раза будет платить, в пригородных автобусах нет ни одного льготного, ни одного. У нас 13 льготных автобусов, и ездят в них бесплатно все. В том числе и пригородные, и жители сел. Ну, врут же ж, просто перегибают врут. Поэтому, знаете, у нас есть мы, то, что от города могли сделать, мы сделали. Но на сегодня все, как было, все так и остается. Они ездят по всем остановкам, но это вопрос уже контролирующих органов. Планируется ли обновление территории пляжа не за 5 миллионов? Смотрите, по пляжу. Ну, мы же прекрасно видим, что пляж находится, мягко говоря, в неудовлетворительном положении. Мы на сегодня там, как бы, провели такую генеральную уборку. Вот. Будет еще там ремонт дороги, еще будем, как бы, там, ну, есть ряд мероприятий. Ну, конечно, это не новая набережная. То есть, я вижу, все-таки, наверное, это нужно делать проект, и нужно с этим проектом выходить на европейские деньги, для того, чтобы, ну, это не будет ни один миллион, ни два миллиона. То есть, вы понимаете, если сделать действительно, ну, современный пляж, ну, это одно. В состоянии мы его будем поддерживать. Однозначно, мы будем закладывать деньги, вот на следующий год мы должны обновить там песок, мы должны там добавить где-то душ, где-то что-то еще сделать, ну, по мере того, что нам будет позволять бюджет города. Как вы относитесь к критике в соцсетях? Да, нормально отношусь, только к критике. Критика – это не поливание грязью, а критика – это, знаете, вот сделали мы, я образно говорю, сделал подрядчик ливнеприемник возле автовокзала, да, да, были не учтены определенные моменты, были ливни, вот я вам говорю, последние три или четыре ливня, которые были, я вместе со всем управлением УЖКХ стоял возле этого ливнеприемника, и мы смотрели. Да, были недоработки, сегодня это устраняют за счет подрядчика, подрядчик это переделывает, и когда критикуют, что мы, ну, не смогли сделать с первого раза, да, не смогли, да, переделываем, ничего страшного, не ошибается тот, кто ничего не делает, ну, а когда котики, собачки, кактусы, цветочки начинают рассказывать, ну, просто бред, просто бред, я, знаете, вот, и никопольчане же это читают, ну, это не критика, это просто поливание грязью, вот, ну, в стиле, дошел, мэр виноват, что-то, да, да, вот у нас, один раз, сколько у нас было ливней, один раз затопило старую часть, ну, реально пошел такой поток воды, снесло туда ветки обломанные, все снесло, и у нас старая часть, вот там возле пушки, как бы поднялась вода, все, все остальное, когда люди говорят, почему идет дождь и лужи на дорогах, слушайте, вы хотите, чтобы шел дождь и сухая дорога была, такого не бывает, объясню по одной простой причине, да, в фильмах, в Европу, когда вы ездите, там, в фильмах показывают, идет дождь, но вы же смотрите, вдоль всех дорог, каждые там 5 метров, есть ливнеприемник, да, поедьте по городу Никополю, где у нас на каких улицах есть ливнеприемники, у нас с проспекта вода по Герою в Чернобыле бежит до автовокзала, от исполкома, от исполкома вода по улице электрометаллургов бежит до автовокзала, и с половины Героев Чернобыля от ЖД вокзала вода бежит к автовокзалу, это я один только привел пример, и когда эта масса воды падает на дорогу, и оно течет, но вы же обратите внимание, когда вы едете по электрометаллургов, там просто слой воды, и он течет, он же не стоит, и он же течет к автовокзалу, конечно будут лужи, вопрос в другом, когда выключают дождь, не мэр, а выключают дождь, за сколько время должна уйти лужа, вот в чем вопрос, если у нас раньше она стояла днями там, то сегодня, даже в самый большой ливень, мы специально выехали, посмотрели, через полчаса, это уже было там 2-3 сантиметра, и через час у нас уже лужи не было, но это все равно недостаточно, у нас по Героев Чернобыля, мы знаем, что делать, в этом году у нас уже бюджета нет, кардинально мы ничего не изменим, но мы все вычистим, и уже будет лучше, а на следующий год мы будем расширять лотки, мы будем добавлять водоотводящие приемники, поэтому мы ситуацию выровняем, Карла Липнева, патриотов Украины, мы в этом году восстанавливаем, есть, существует, все забито, и приемники, и это мы восстанавливаем в этом году, мы уже деньги заложили, вот, поэтому работа ведется, но дождь никто не отменял, и если плавает там, что там, Америка плавает, Германия плавает, ну извините, но Никополь не плавал, да, было много воды на дорогах, очень много было воды, но, слава Богу, все машины ездили, да, никто не застопарился нигде. Александр Иванович, а теперь можно более развернуто, вы анонсировали, что в этом году на всех неосвещенных улицах города появится уличное освещение, вот сейчас мы уже заметили, на набережной, да, уже освещение дальше притянуто, как выполняется это задание коммунальщиками в других районах города? Смотрите, у нас этим занимается только одно предприятие, это Горавтодор-1, вот, и руководитель там, Алексей Савченко, ну, я вам скажу так, ему поставлена была задача, еще перед формированием бюджета 21-го года, ему поставлена была задача, это аварийная служба, это текущие ремонты, это освещение всех неосвещенных улиц города Никополя до конца 21-го года, за исключением тех улиц, там, где планово проводит работы ДТЭК, где они меняют столбы, меняют линии, там, конечно, это уже не от нас зависит, и на сегодня, то, что я вижу, мне приносят отчеты, значит, по аварийной службе, все работает идеально, мы купили дополнительную технику, мы сформировали бригаду, сегодня с момента заявки перегорела лампочка, проходит максимум 5 дней, до ее замены, а если это не проблемно, это и день, и два, то есть, такого не было никогда, по освещению улиц, ну, знаете, можно воспринимать, шутка, не шутка, но, я директору предприятия сказал, если он завалит эту работу, мы будем менять директора предприятия, поэтому у него стимул есть, и я думаю, Алексей с работой справится, по тем, ну, по тому графику, который они разработали, они идут, они успевают, а уже следующие года, мы будем заменять старые светильники на новые, мы будем вместо алюминиевых вот этих проводов, залаживать СИП, для того, чтобы, ну, от дождей, от ветра, не, ну, как бы не страдало освещение, но это уже будут следующие года, в этом году мы должны осветить город. Недавно активно транслировалась новость о том, что будет проверяться пассажиропоток, что будет с ценой на проезд, ведь во многих городах Украины уже цена поменялась, и она выросла. Давайте так, вот мы вернемся, да, к стоимости проезда. Стоимость проезда, это экономический расчет, это расчет затратов, и расчет пассажиропотока, который делится одно на другое, получается у нас тариф. Затраты, все мы нам предоставили, мы затраты проверим, это не вопрос, то есть все есть в нормативке, в постанове Кабмина, полностью все расчеты, формулы, все есть. На сегодня идет изучение пассажиропотока, вот, ну, насколько я знаю, уже ездят несколько дней, и на этой неделе, по-моему, суббота, это будет последний день, закончится изучение пассажиропотока, и когда мы увидим, какой у нас пассажиропоток, пассажиропоток, от этого мы уже будем видеть расчет по тарифу. На сегодня сказать, какой, я не уверен, но я вам могу сказать, ну, в среднем, по Украине, ну, где-то примерно, но в среднем, размер один и тот же. Ну, я знаю, в Днепре, и 10 уже тариф, вот, подняли, с четверга, это 16 июля, на этих, на пригородных автобусах, будет, по-моему, 8 гривен проезд. Ну, не готов сказать, но, по-моему, вот мне показывали такое. Поэтому сказать, сколько это будет, это только, когда уже экономисты сведут цифры. Когда будут сведут цифры. Мы знаем, вы говорили, да, что недавно вы встречались с народным депутатом Денисом Масловым и с замом главы партии «Слуга народа» в Днепропетровской области. Да. Приятно, что они заверили в своей поддержке. А какую помощь городу и власти осуществляет депутат от Никопольщины Денис Герман и его помощник Руслан Олейник? Ну, давайте, я же в пресс-конференции уже говорил, да? Вы хотите еще посмаковать? Ну, я говорю всегда честно, городу, вот конкретно городу, мы писали на него массу обращений. И по Рувру писали обращения, и по другим вопросам писали обращения. Ну, ответы такие же, как приходят нам просто, ну, какие-то ответы. Ну, реальных изменений нет. Ну, сказать, что я там каждый день звоню и говорю, что помоги, пожалуйста, помоги, пожалуйста. Ну, я такого не делаю. Ну, знаете, когда уже нет конструктива, нет, ну, нет какой-то явной работы, ну, зачем тратить время? Ну, есть масса возможностей, есть и областные депутаты, есть и областное руководство, есть и депутаты Верховной Рады, другие. Вы же понимаете, депутат Верховной Рады, ну, нет у него привязки, Никополь там, или это самое, он депутат Украины, народный депутат Украины, правильно? Поэтому, честно вам скажу, я обращаюсь не только к Денису Маслову, и к другим депутатам, вот по 30-километровой зоне, повторюсь, очень активно нам Юлия Яцик помогает, ну, с той стороны, ну, она говорит, я болею за всю Украину, все, поэтому, я бы не стал там зацикливаться, ну, есть Денис, ну, поможет когда-то хорошо, Ну, и в завершение, Александр Иванович, мы все понимаем, что проблем в Никополе много, они не решались, некоторые из них, и десятилетиями, но тем не менее, сегодня никопольчане действительно уже видят результат вашей работы, что Никополь немножко начинает и уже не перебить никаким хейтом в соцсетях. Можете ли вы определить те стратегические задачи, которые, на ваш взгляд, имеют наиболее важное значение для жизни города, его жителей? Какие вопросы имеют приоритетное значение для вас, как для руководителя города? Я буду очень говорить так укрупненно, значит, самое первое и самое главное это наполнение бюджета города Никополя. Не будет наполнения бюджета города Никополя, ничего не будет, никакого развития. И какой бы ни пришел мэр там со звездой во лбу или там с ушами на затылке, я не знаю, но нужно наполнять бюджет города Никополя. Нужно максимально уходить от бесплатно. Бесплатно это режим проедания бюджета. Это, знаете, очень грубо скажу, работа на унитаз. Вот для того, чтобы развивался город, должны влаживаться деньги, даже кредитные деньги. Но мы должны четко понимать, что вложив эти деньги, город на этом зарабатывает. Поэтому самое основное это пополнение бюджета. это и земля, это и всякие другие, скажем так, источники, которые сегодня, они не были задействованы. Ну, не было движения по ним. Это первое. Второе. Какие принципиальные направления? Ну, я вам скажу так, когда у нас была избирательная кампания, я общался во многих местах с никопольчанами, я до этого 10 лет депутат был, пока меня не выбрали мэром. Людей интересовал бассейн, парк, ну, и, конечно, мост. Это самые были кричащие вопросы, которые интересовали людей. Но, я вам скажу так, это, конечно, принципиально, мы будем делать, мы будем этим заниматься, и, я думаю, в эту каденцию мы должны эти вопросы решить. конечно же, это дороги. Каждый год, вот в этом году мы потратили 21 миллион на текущий ремонт дорог. Это очень много. Кто там сейчас начнут, половину украли, кто сильно большой умник и хочет проверить, все формы выполненных работ есть в ЖКХ. Придете по всем улицам, дадедим и рулетку дам, идите меряйте. Все лежит на наших дорогах. Так вот, если мы не начнем дороги делать сплошняком, мы каждый год будем терять эти деньги. И мы никуда не двинемся. И мы же не отремонтировали все дороги в Никополе. Мы отремонтировали основные, там, где движется общественный транспорт, подъезды каким-то основным этим самым, то есть ремонт дорог. Ремонт дорог, ливневая канализация, это то, что не будет давать подтоплению города Никополя. Соответственно, это будет сохранять наши дома. Отдельно хочу сказать, это, конечно, частный сектор. Ну, знаете, в 21-м году люди в пакете носят резиновые сапоги, чтобы сохранить туфли и выйти в город нормально. Ну, не должно быть такого. Но в частном секторе мы должны асфальтировать, мы должны менять там те же водогоны, и все. Да, то, что во дворах, это уже частная собственность людей. Но сделать самое элементарное, подъезды тех же скорых, и все, мы должны сделать. Ну, и развитие общей инфраструктуры, вот, заброшенные здания, да, то есть, мы сегодня уже подходим, мы, вот, планируем там здание, допустим, того же музея. Ну, сколько оно лет простояло? Ну, там не здание, там стены, грубо говоря. Там стены. Да, стены. Сколько лет простояло? Мы сейчас попробуем это сделать общим проектом, попробуем получить деньги, да? То есть, ну, это тоже, если это не запланировать, то вот появилась, допустим, программа президента по ремонту музеев, и говорят, давайте проекты, мы готовы рассматривать. Проектов нет. Что мы дадим? Ой, подождите, мы через годик сделаем проект? Да через год уже поменяется, будет другая программа. Поэтому, однозначно, это скверы, парки, пляж, то есть, все мы должны, знаете, вот, не сразу, но постепенно, как минимум, начать с генеральной уборки. Спасибо за то. Еще, знаете, нам очень большую, такую, но это, я об этом тоже скажу, на пресс-конференции более развернуто, вот то, что вырезали теплосети, то, что бросили эти лотки, вы просто не понимаете, сколько сегодня подтоплено домов. И мы сегодня, вот, перспективное, 119, да? Два с лишним миллиона, просто мы забрали с ремонта дорог, откуда, для того, чтобы там устранить это, чтобы дома не рушились. И у нас таких моментов очень много, и я не знаю, сколько мы миллионов еще потратим с городского бюджета на то, чтобы устранить последствия вот той вырытой теплосети. Они же не просто трубы доставали, они нарушали вот эти вот перегородки, нарушали лотки. Теперь это, знаете, все течет, мы искали, как топит дом на Крепака. Так его топит, начиная выше центрального рынка. И мы должны идти, и вот это теперь все герметизировать. Ну, это отдельная тема, я на нее поговорю. Падают, рушатся дороги. Да. И когда, знаете, сейчас там выставляют эти же, которые предыдущие 6 лет там выхваливали, не могли нахвалиться предыдущую команду, и сейчас выставляют, ну, где же вы тогда были? Почему вы 6 лет ничего не делали? Очень хочется спросить. Об этом мы поговорим. Спасибо, Александр Иванович, согласились на интервью, ответили честно на все вопросы никопольчан и на наши. Спасибо. Да, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...